Песня О, где победа Твоя Во свечем из света сияла На вечное солнце бытия Христос воскрес, что не пугал, Что люди могут у Божьей жить, Христос воскрес, что каждый раз Везет на жизнь и последствий. Какая радостная песнь, Какая радостная песнь, Христос воскрес, Христос воскрес, По моему и честь. Песня Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Что не пугал, Что люди могут у Божьей жить, Христос воскрес, Какая радостная песнь, Какая радостная песнь, Христос воскрес, Христос воскрес, По моему и честь. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Песня Христос воскрес, ПЕСНЯ 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 Небеса моя, Силе великой, Славе небесной, Ты будешь явным, Но в мире всем славь. Небеса моя, Силе великой, Силе великой, Славе небесной, Силе великой, Силе великой, Славе небесной, Ты будешь явным, Но в мире всем славь. Славная церковь, Славная церковь, Славная церковь, Небеса моя, Силе великой, Славе небесной, Ты будешь явным, Но в мире всем славь. Благодаря тебе, Славная церковь, Славная церковь, Славная церковь. Будь тверда, верна, неустрашива, Помни, ты во мне всегда сильна. Славная церковь, славная церковь, Славная церковь, невеста моя, Силе великой, славе небесной, Ты будешь явленным в мире всем славным. Славная церковь, славная церковь, Славная церковь, невеста моя, Силе великой, славе небесной, Ты будешь явленным в мире всем славным. Славная церковь, славная церковь, Это псалом не просто псалом, это проповедь, Это подготовка, это предупреждение, Это просьба, это сигнал. С неба сигнал к нам. И знаете, я пошел там, сел, Чтобы видеть и слышать, Чтобы здесь не мешать спереди. И когда вы пели это псалом, Я просто сидел, смотрел на вас, Но я увидел здесь отверстие неба. И я знал, что с небесного балкона Смотрел на вас и на нас сам Христос. А Он никогда один не бывает. Символенство небесное. И я знаю, что в эти такие моменты Много из наших близких родных Вместе с Ним видят нас. Что здесь тоже церковь Христова. Что она тоже здесь поет о своей готовности. Мы сегодня пропели. Я бы хотел сегодня Вместе с вами порассуждать. Вот только что один брат говорил, Второй брат говорил. И я так думал, Сегодня чудесный день Воскресения Христова. Но Христос смотрел на тебя и на меня. Как брат Саша Вначале сам вам сказал. О этом расслабленном 38 лет. И только что брат повторил этот момент. Ну, какой был резон или смысл Его спросить больного 38 лет лежащего, Хочешь ли быть здоровым? Казалось бы, не кстати, Это даже вопрос. Ну, как я не хочу? Человек 38 лет больной. И ему задавать вопрос, Хочешь ли быть здоровым? Да понятно, что хочешь. Зачем ты это спрашиваешь? Можешь, дай ему. Милые братья и сестры, Иисус здесь. И Он может быть здесь, Быть все служение. Он да и аминь. Почему я сказал, Воистину воскрес. Но меня не коснется. И я останусь лежать У купальни в Ихфензе. При входе в купальне Я буду лежать, И Он ко мне не подойдет. А почему? Тот не мог даже подняться. Он лежал 38 лет. Но сегодня я хочу сказать, Это купальня здесь. И это зависит от тебя, от меня. Как вражение только что сказал, Мы хотим пить? Или нет? Мы хотим движения воды. Мы хотим возмущения воды Божьей. Мы хотим сегодня окунуться Не по косточке, Не по лодыжке, Не знаю, как вы. А я хочу плыть на самую глубину, Чтобы оторваться от этой земли. Страха, отчаяния, Неверия, Сомнения. А льнуть к Нему. И помнить то, Что мы в Нем и с Ним. И Он не оставит ни одного. Я захочу остановиться на том месте, Которое читал только что Женя. И мне такой вопрос. Думали ли мы, По пришествии многих дней Было слово Господня Килии. В третий год В третий год Пойди и покажися Хаву, И отдам дождь на землю. Но перед этим мы слышали, Что тоже я хочу остановиться О том, что было прочитано. Что Бог повелевает и говорит, Сказал Илья, Февсианин, И жители Глацки, И Ахаву, Жил Господь, Бог Израилев, Перед которым Я Стою. Братья и сестры, Мы сегодня все отвечали Неоднократно воистину воскрес. А Он Восседает на троне И этого небесного балкона Смотрит. Ага, ну ты-то повторяешь Воистину воскрес. Но что-то по лицу твоему не видно, Что ты воно сияешь, Что я воскрес. Я живой. Что-то по внутренности твоей Не видно, Что в тебя победа, Торжество. Почему? А здесь Илья говорит, Жив Господь, Перед которым Жив Господь, Бог Израилев. А я хотел бы сказать, Сегодня жив Господь, Бог, Сегодня Находящийся народа здесь. Воскрес или нет, Братья и сестры? Вот видите как. Вот и как. Откуда же полется вода? Если Он, Мы не можем. Вы знаете, Если внутри, Я всегда вспоминаю Одного старца, И он сказал, И вот такое имя чудесное было. Тихо. И он так тихонько проповедовал. И он говорил, Ты, браток, Когда угли за пазуху возьмешь, Ты сможешь спокойно стоять? Я говорю, О, не, Бежать буду. Он говорит, Вот когда в тебе Огонь Святого Духа, Когда в тебе живет Христос, Ты не будешь сидеть, Ты не будешь молчать, Ты будешь гореть, Ты будешь сиять, Ты будешь славить, Ты будешь ликовать, Ты будешь торжествовать, Потому что Он жив. Слышите? Вот Он означает, Он жив. Воистину воскрес. И Илья говорит, Что я перед ним стою. А перед кем мы сегодня стоим? Сидим. Не будет ни росы, ни дождя. Разве только? По слову. Как ты мог, Илья, держусь? Сегодня нас бы нашлись такие братья, сестры. Как я так, ты дерзнул сказать, Как за Бога? Только по моему слову пойдет дождь. Илья, ты же возомнил. Спасибо очень много. Или очень сильно. Давайте вникаем. Это не просто было, зачитано, Местоописание. Просто история. Это сегодня моя жизнь. Мое отношение с Богом. Как я стою перед Богом, Как я вслышу Бога, Как я послушаюсь Ему, Доверяюсь Ему, Вираюсь Ему. И я знаю, Что если я однажды сказал Бог, То я дважды слышал, Что сила у Бога. Так написано? Нет. Илья сказал, Я так думал, Когда брат читал сегодня Этот момент, Ну, Илья, Если бы ты сегодня В нашей церкви проповедовал, И так сказал, Что по моему слову Тебя предали. Да, анахоми. Не так ли? Да. Предали. Но мы супер духовные. Мы же знаем много. Мы понимаем много. Мы такие уже. Ну, мы можем что-то рассуждать. Мы думаем. А Бог говорит, Одного только мне нужно, Не достоит. Что? Познать его. Почему написано? Везде обнимайте. Придите ко мне. Укусите, как благо. Познайте истину. И истина сделает вас свободны. От чего? От нашего. Я от нашей гордости, От нашего эгоизма, Себелюбия. От нашего всего то, Что мое. И вот здесь, Вот этот Илья, Подобен нам человек. Но он стоял, Что-таки стоял пред Богом. И он дерзновенно, Смело говорил. А чего он так сказал? Только по слову моему. Потому что Илья Имел аудиенцию с Богом. Илья говорил с Богом, И Бог говорил с Ильей. Ну, если мы сыновья и дочеря. Сегодня один из братьев, Он сидит, Сегодня здесь, Задал мне вопрос. Я знаю, на меня не обидится. Я точно такой, Как и он. Любопитный знать. И он говорит, Что Бог говорит О этом сегодняшнем времени. И я ему ответил. Но я думал, Момент, Что ему сказать. А Бог говорит, Ответь вот этим вопросом. Вопрос так, Ответь этим вопросом. Если ты сын, Если ты дочь, Почему я должен спрашивать кого-то, Что мой отец тебе сказал? А почему мне не сказал? А почему я ничего не знаю? Сын или дочь? И я ничего не знаю. Какое мое отношение Сыновья и дочерины с отцом? Что он со мною И лично, Реально не имеет инвенции. Я с ним, И он со мною. Я не желаю. Я не доверяю. И я в нем не пребываю. И написано, Пребудьте в слове моем. Слово моем пребудет у вас. Так или нет? А Слово Господне, И всадник на белом коне, Одежда обогранная кровью, Имя ему, Слово Божие. Это сам Христос. А я его не хочу читать. А у меня есть желание читать. И мы хотим, Чтобы с нами Бог говорил. И мне Бог что-то сказал, Когда мы не имеем желание Даже читать Библию Или же молиться. Мы куда-то спешим. Вот так мы любим Слово Божие. Вот так мы желаем Его. Вот так мы скучаем по Нему. И хотим, Чтобы Бог нам говорил. И чтобы Бог с нами говорил. Но Илья не так был, И вот не такое было отношение с Богом. Он знал, Что говорит не он, А Господь через уста. Он Господен. Он удели Божьем. И за этим Словом, Что скажет Илья, Это скажет Бог. Стоит Бог. Аминь. По моему Слову, Отцы, Матери, Братья и Сестры, Почему по нашему Слову, Когда мы скажем Богу, Или скажем, Воение Иисуса Христа Не совершается. Потому что Он не пребывает во мне, И я в нем. Одна из причин. Не думайте, что у Бога изменился. Не думайте, что изменилось, Какое-то отношение составился Бог, Или по-другому. Времена не те. Нет. Мы не те. А теперь давайте проверим себя. Илия сказал, А ты не боишься, ты рискнул. Кому? Царю? Сказать вот о ком? Ты знаешь, что тебя позовет в себе. А там уже, если царь позвал, То там тебя ведут. Это так. Или смерть, или жизнь. Зло одно. Это от него зависит. Если будет протянут скипитр, Милость. А если смерть? И Он знал, Что за этим стоит. Но Он смело говорит, Не будет ни росы, ни дождя, Разве только по моему слову. И было ко нему слово Господне. Пойди отсюда, Обратись на восток, Вы уже слышали. И куда? Я его пропускаю. И из этого потока ты будешь пить. А воронам я повелел кормить себя там. А что не голубу? Вы знаете, что Самое грязное, Самое, Ну, как сказать, Самое большее, у кого этих микробов, Болезни переносит. Это вороны. Они питаются Всякою падали, Всяким больными. Все то, что не чисто, Грязно. Эти клюи. Это мясо. И представьте, В этом грязном, Где он носил, Что он клювал, Что он ел. Он будет тебя кормить. Вот тот Илья, Который сказал, Только по моему слову. И тут ему Бог говорит, Илья, слушай внимательно, А теперь пойди отсюда. Ты сказал, А теперь иди отсюда. Вот это значит Стоять перед Богом. Вот это значит Он воистину воскрес во мне. Что мы умерли И воскресли. Мы распялись Своими страстями, Похотями, Мнениями, взглядами, Своими понятиями, Убеждениями. Мы умерли, И уже Павел говорит, Не я живу, А живет во мне Христос. И вот здесь Илья. А теперь, слушай Илья, То, что ты сказал, Это еще не все. А теперь я тебя еще проверну, Чтобы пошел дождь. По твоему слову, Милые братья и сестры, То, что мне дали обет Служить доброй, чистой совести, Это начало. А вот это моя жизнь, Мое отношение С воскресным Христом, Он каждый день наблюдает за нами. Как Он во мне воскрес, И как я воскрес, И как я обновился, Как моя жизнь обновилась, Как мои взгляды, мнения, понятия Поменялось, изменилось. Я полностью имею ум Христу, Он во мне, Я с Ним, Я уже за это не переживаю. Я не раз так думал, Когда Христос говорил, Что если бы народ мой доверял мне, Как написано, Если бы верили, как написано, Они бы дорог в госпитале не знали. Кто виновен? Только что кто-то сегодня вспоминал О такой хвори, Ковид. Да нет. Это послано Богом Проверить твою и мою веру, Насколько мы доверили Ему, Верили Ему, Насколько мы твердо стоим, Насколько мы поваливаем. Ты не мой ковид, Потому что это не Божье, А это наказание. А я попадаю, Потому что я стою на территории, Может, не той, Где хочет видеть меня Господь. Это другая тема. И было к нему слово Господне, Иди отсюда, Куда? И я буду питать тебя воронами. Ворон их, Сам мой Бог проверяет, Ага, Илья, А тут-то ты сейчас будешь питаться. А что он там принес за мясо? Сколько того мяса пролежало? Может, оно было с хорошим дужком, Не с ароматными приправами, Какими-то специями? А особое мясо было от ворона. Но это же Бог сказал. Ага, что ты же будешь делать? Но заметьте, От Ильи Ни слова претензии. Мы заметим? Ни слова претензии, Что я не буду, Я не смогу. И вороны приносили ему хлеб и мясо, По утру и хлеб и мясо, По вечеру, А из потока он пил. Перед Богом, Перед Богом, которым я стою. Твердо на креугольном камне Христов, Слове Божьим, Обетованием Божьим. Я верю, Так написано. Так написано. Я помню, Вы, что в Советском Союзе Смеялись над верующими на допросах И спрашивали брата, И ты веришь, Что в той Библии Там такая брехня написана. Ну, нормальный человек, Ну, ты можешь представить, Что кит проглотил рыбу? То есть проглотил и он. А он засмеялся и говорит, Это Библия, Я верю. Если бы там было написано, Что и он проглотил кита, Я поверю. Ну, они рассмеялись. Ну, что можно дальше говорить? Человек верит. Он верит. Так написано. Вот так оно есть. Так оно есть. Вы знаете, Это не тогда, Когда мы можем дерзать. Нет. Это тогда, Когда мы верим, Что так Господь сказал. Так написано. И вот здесь Бог показывает мне, И тебе сегодня Вот этот Илья перед нами стоит. Только по слову моему. Но перед этим он сказал, Бог, Перед которым я стою. Это не просто он стоял так По стойке смирно перед Богом. Стою – это его жизнь тверда в Боге. И с Богом. Это его хождение твердо в Боге. И с Богом. Это его мышление растужения твердо в Боге. И с Богом. Вот это стою. Что бы ни случалось, Проходит он Испытание, Или проходит он тест, Сдает На счет мяса Жаркова, Которое там приносил ему, Вора, С какими специями, Знает только один Бог. Но я уверен, Что он не приносил с какой-то кухней. Откуда приносил, Знает Бог. И знает он. Придем в белого престола, Он нам расскажет. Я уверен. И вороны приносили. По происшествию некоторого времени Это высохло, Не стало. И Бог ему говорит, Встань! Опять переселение. Пойди в сирепту Сидонскую И оставайся там. За ворона ни слова. За хлеби ни полслова. Заметьте, Один Прошел этап, Ну ты же сказал, Что ты перед тобой стоишь. Но я хочу проверить, Как ты стоишь. Задрожат твои ноги, Заколебает твоя вера Или нет. Вот это наша Сегодняшняя жизнь. Мы перед Богом. Мы с Богом. Но как мы стоим Перед Богом, Это известно Богу и мне. Как я верю Ему, Довираю Ему, Как я возлюбил Его, Как я служу Ему, Как я скучаю по Нему, Как я ревную о Нем, Что я хочу видеть, слышать, Зная только один Бог. Если бы мы Пожелали стоять пред Ним И ему перед Ним Стоять и сказать. Вы знаете, Я приведу, Не просто я хотел идти дальше, Но Бог сказал, Это я должен сказать сейчас. Здесь эта ситуация есть. Я не буду поднимать этих людей, Но здесь они есть. Вы думаете, Что Бог вас не слышит? Вы думаете, Что Бог не хочет ответить На ваши молитвы? Вы думаете, Что Бог не хочет вам помочь? Вы думаете, Что Бог бессилен решить это? Эти узлы? Или исцеление? Ему это возможно. Одно мгновение. Но Он хочет показать тебе и мне, Как я стою пред Ним. Слышите? Как я стою пред Ним. Если я стою как сын, Как дочь, И Он поступит со мной как сыном, Как с дочерью. Я верю тебе. Он нас будет проверять. Смотрите, Илюня остановилась на набор. Нет. Он дальше его проверяет. Пойди в Серепту Судонскую. И когда он пришел туда, Оставайся там. Я проверял там. И я повелел, Уже Бог говорит. Там женщине. Вдове. Что? Вдове. А ну-ка, Проверяйте каждый себя. А ну, Проверяйте себя. Ну, Давайте ставим. Такой муж Божий, Сильный, Пророк Илья, И что Богу Не было послать Какой-то дом В семьи. Муж, Жена, Дети, Благополучие. И там его прокормить. А вот Проверял Бог, Вот здесь Бог проверял Илью Один номер. И окружающих Второе самое главное. Как? Илья, Пророк, Да в вдове пошел. Ну, Все, До пришествия Скучать. Ты что? Как это так? Это мы. Брат подошел К сестре, Заговорил И сестра К брату, А наши глаза И здесь уже пошли Тервячки работать. А там что-то есть. Посмотри, Как он смотрит Друг другу, Улыбается. Там видно У них что-то уже Там есть. Уже мы так Рассуждаем. Вот это На странице Библии Сегодня Илья стоит Пред Богом. Вороны, А потом Иди в вдове. Я хочу наблюдать, Что будут говорить Здесь, Что будут думать Здесь. Я их хочу Проверить тоже. А ты Стой Передо мной. Как и стоял. И я прокормлю. Еще не все. Я буду Кормить тебя Вдове, Которой Горсточка Муки И немножко Кувшин И масла. А он Бог говорит, Ну, я повелел Ей. Слышите? Я повелел Ей. А ты Повинуйся Мне, Илья. Проблема Моя Повиноваться Слову Божьему Богу. Доверить Ему. За Богом Не будет Без задержки. Милые братья и сестры. Ваши недуги, Ваши болезни, Ваши проблемы Исчезнут Как туман. Их не станет. Поверьте, Это не я говорю, Это говорит Моя Библия, Слово Божие. Это Христос Воскрес. Халилюя. Он жив. Он реален. Он Имеющий Державную Силу И власть. И он Сегодня здесь. Вас устраивает Это? А мне нет. Я хочу, Чтобы он Был здесь. Он может Прийти По купальне Вехезда Пришел Только к одному Подошел 38 лет. А все Увидели. Смотрите, Это я, Это мы. Это купальне Вехезда Это сегодня Церковь. Он Пришел сюда И ходит По родам. А крика Нет. Так как и там Все лежат Смотрят Куда? Нам Возмущение Туда. А он Пришел Поднимает Возьми Постель И иди Тебе здесь Нечего Лежать Ты отлежал 38 лет Без помощи Без сострадания Без родственников Без друзей А я Обратил Внимание Меня Господь Повказал Сыну Своему Иди Потому что Христос сказал Я ничего не делаю Не Видел Впереди Творящего Вот так Бог Наблюдая За нами Вот так Он контролеет На мою И твою Жизнь И он Говорит Илья Стоял Передо Мной Но я Проверил Как он Стоял И смотри Как я Проверил И сегодня Многих Мужей Сыновей Дочерей Которые Стоят Передо Мною В служении Я их Тоже Проверяю Я Я их Тоже Веду Я Их Тоже Провожу Вот Это Стою Пред Господом Мы Другой Информации Принимать Не будем Мы Не будем Принимать Информации На ближнего На ближнюю Свою Своего Мы будем Принимать Информацию С неба От самого Господа От самого Господа Принял То Что И вам Передал А я От телефона Принял И передаю От сосуда Сплетника Лес Сосуда Сплетницы Вот Наше Стою Перед Богом Вот Оно Воскресение Наше Сегодня Мы Соговорим О этом Чудесном Воскресении Христа Но Какое Оно В наличии Мое Отношение С Богом В реальности Ахав Вы думаете Он не услышал Услышал О том Что произнес Илья Но Илья Находится В дворе И Говорит Он нам И слышит Женщина Вдова Собирает Дрова Подозвал Он Ее И сказал Дай мне Немного Воды И сосудов Напиться Почему Он так Сказал Бог Сказал Я Повелел Ей Смотрите Бог Вдову Сейчас Поверяет Она Могла Сказать А что Другие Домов Нету Мужья Дома А что Ты Ко мне Ко мне Пришел Закон Помните Какой Там Был Тогда Это Смерть И Ей И Ему Это Побиение Камнями И Ее И Его Что Он Пришел Вдове И Остановился Там Вставай Кушать Он Не Имел Никакого Юридического Права Того Времени По Закону Того Времени Там Останавливаться И Там Питаться Но Смотрите Как Бог Ломает Наше Я Наши Взгляды Наши Понятия И Говорит Стоять Передо Мною Это Не Просто Стоять Это Быть Верным Богу Слово Ему Когда Даже Смерть Смотрит В Глаза А Ты Остаешься Сглядом На Живого Бога А я Знаю Искупитель Мой Жив Аллилуйя Я Остаюсь Верным Ему Я Буду Ему Верить И Тердостоять Она Сказала Жив Господь Бог Ну Братья Что там Дальше Как Не Мой Она Она Не Сказала Что Мой Правда Слушайте А почему Она Так Сказала А потому Что Бог Уже С ней Разговор Им Я Поверел Ей Слышите И Она Говорит Бог Твой Который Тебя Послал Ко Мне Уже Меня Предупредил И Жив Господь Ну Что Пойду Он Же То Видел Что Меня Нет Ни Масла Ни Муки Сделаю Сидим Сыном И Умрем Не Вогонку Не Не Подожди Сделай Мне А потом Вы будете И не Убудет Масла И не Убудет Мука Видите Какой Наш Бог И Люб Проверил Дову Проверил И Вот Оно Что Сегодня Брат Говорил Женя Вода Движение Мы Хотим Его Или Нет Вот Мы Должны Вот Здесь Стоять Здесь Устоять И Здесь Противостоять В этом Что Это И То Что Бог Отвечает На Молитве Своих Сыновей Дочерей Даже Уму Нашему Это Невозможно Непостижимо А Богу Возможно Бог Сказал Помните Мужу Своему Аврааму Есть Что Трудное Для Господа Сегодня Говорит Мей Тебе Сын Мой Дочь Моя Ты В проблеме Ты Говоришь Что Все Уже Господи Нет Помощи Избавления Он Говорит Дочь Моя Сын Мой Есть Что Трудное Для Меня Нет А Почему Тебя Трудное Приди Ко Мне Подойди Ко Мне Как Сын Как Дочь Подойди Просто Приди Скажи Господи Отец Мой Проси Что Я Так Долго Шла К Тебе На Эту Личную Аудиенцию Я Так Много Настрадалась Я Так Много Натерпелась Я Так Много Натерпелся Мне Так Одиноко Так Трудно А Господь Смотрит И Говорит Я Ждал Тебя Когда Ты Придешь В Это Состояние Чтобы Приди Встану Пойду К Отцу Моему У Отца Моему Столько Из Обыче Стоит Хлебом А Я Умираю От Голода Милые Братья И Сестры Сегодня Мы Думаем Что Нет Нет Вчера У меня был Разговор Не один Но Особо Мне Запомнился Такой Один Эпизод В Слезах Сказала Одна Душа И Искала Долгое Время Место Возможности Чтобы Открыть Душу Так Трудно Жить Но Нет На этой Земле Таких Мест Его Есть Призови Меня Я Отвечу Возови Ко Мне Я Покажу Тебе Что Недоступно Возови Для Тебя Очень Трудно Обстановка Невозможна Вихода Нет Он Говорит Сын Мой Стань Передо Мною Как Илья Перед Богом Которым Я Стою Знай Сатана А Мой Дом И Я Будем Служить Господу Аминь А Заявляю Заявляю Богом Будь Будь Верной Ни Хамелеоном Ни Лукавим Ни Лицемером Но С чистым Сердцем Служить Господу Будь Искренным И Как Мы Сегодня Судим Как Мы Сегодня Подозреваем Как Мы Сегодня Мы Мы Как Мы Сегодня Поступаем Осуждаем Братья Сестер И Как Бог Говорит Посмотри Сколько Сегодня Подходят И Судят Уже Увидел А уже Идет суд Здесь Идет суд Однажды Я хочу Это Привести Сказать Бо Это Есть Ситуация Что Вы Судите И Говорите О том Что Вы Не Знаете Один Служитель И Пришел До Сработы А Суседи Верующие Все Верующие Улица Верующие Правда Хорошо Жить Он Не Всегда Зверющеватым И Не Дай Бог Вместе Жить С Христианами Любящие Господа Я Согласен И Он Пришел С работы А Жена Кричит Крыса Он Фатает Лопату А Она Боится Крыс И Она Бежит Куда Глаза А Он С Лопатой За Ней А Эти Зафиксировали Пастырь За Женой С Лопатой Все Снять Служение Видите Как мы Можем Вот Это Илья Все Репты Судонской А Мы Судем А Мы Увидели А Мы Уже Пошли Разговоры Толки Да Вы Знаете Как Вы Нас Пастырь Женой Жену Чуть Лопатой Не Убили Мы Видели Но Мы Видели Хорошо Мы Даже Вышли С Дома Смотрели Как Она Кричала Он Бежал За Ней Да Это Было Так Но Он Не Бил Е А Спасал От Крысы Амин Вот Как Понимаем Вот Сегодня В Нас Эта Ситуация Бог Показывает Мне И Тебе Илью А Сколько Ты Осудил Так Братьев Сестер Где То Кто Подошел Говорил Беседовал Или Посетил Или Заехал А У Нас Уже Пошло Работать Вот Это Мы Способны Вот Вы думаете Просто так Илия Описаны Здесь Что Он В Сирепте Сидонского Да Еще Вдовы Питался Нас Раскрыть Меня Наше То Что Мы Гнилые Испорченные Люди Настолько Что Мы Судим По Мере Своей Испорченности А Если Мы Сегодня Скажем Что Он Воистину Воскрес То Мы В Новой Обновленной Жизни А Теперь Кратенько То Что Я Сегодня Габриевич Это 24 Глава Луки Сегодня Кто-то Из Братьев Читал Если Вы Были Внимательны Я не Специально Называю Имени А Давайте Поработаем Как Мы Слушаем Как Мы Внимательны И Там Было Зачитано Такое Место Если Были Внимательны Там Было Прочитано Я Я Прочитаю Прочитаю Чуть Чуть Воспровести Память И Мы Будем Идти К Молитве Первый же День Недели Очень Рано Неся Приготовленные Ароматы Пришли Они К Гробу Вместе С Ними Некоторые Другие Но Нашли Камень Отваленным От Гроба И Войдя Не Нашли Тело Господа Иисуса Когда Ж Не Удумевали Они Во Сем Друг Предстали Пред Ними Два Мужа В одеждах Блистающих И Когда Они Были В страхе И Наклонили Лисы Свои К Земле И Знаете Это О чем Говорить Что Люди Которые Ходят В Боге С Богом Пред Богом Они Никогда Не Превозносится И Никогда Не Радуются Чему То Горю Они Всегда Склоненны Если Были Я Думаю Что Все Из Вас Были Но Многие Были На Поле Пшеницы Созревшей В Дни Жатвы И Как Видно Пустые Колосья И Наполнены Они Так Согнутые А Пустые Вот Так Стоят Без Плодов Всех Видят Все Видят О всем Знают Только Они О себе Что Их Плодов Нет Они Были Страхе Камень Отвален Я Так Думаю Есть Нам За что Благодарить Бога Что Этот Камень Отвален Так А Давайте Мы Сегодня В Молитве Придем К молитве И Скажем Богу Правду Я Не Могу Для Меня Непосильный Тот Камень Моя Нужда Моя Боль Моя Проблема Моя Болезнь И Моя Ситуация Она Так Меня Привалила Придавила Что Я Не Могу Ни Радоваться Ни Петь Ни Молить Кажется Все Против Меня И Ты Против Меня Скажем Ему Сегодня Помоги Мне Отвалить Этот камень Неверия Страха Одиночества Сомнения Помоги Мне Этот камень Отвалить Тебя Ждам Нет Ты Воскрес Давайте Вместе Придем К Богу Попросим Его От чистого Серса Пусть Наши Уста Сейчас Помолчать А сердце Заговорить Уста Открылись И полилось Договорились Такой Молит Чтобы Так Возвать Богу Так Увидеть Его Здесь Вот так Стоящего Как он Пришел К ученикам Показал Видите Руки А они Не узнали Перепугались А он Показывает Посмотрите Он Сегодня Показывает Тебе И мне Свои руки Сын Мой Дочь Мой Ты Говоришь Тебе Камень Тебя Проблема Тебя Нужда Тебя Боль А вот Посмотри Посмотри Я пришел Взять Я пришел Взять Решить Твою Проблему Твою Обстановку Твою Ситуацию Я Решу Решу Повериться И сердце Цара В пользу Твою Доверь Мне Я пришел За брат Твой Недруг Истела Твоего Подойди Ко Мне Отдай Мне Я пришел Это сделать Я пришел До сегодня Сказать Тебе Что я Люблю Тебя Когда же Не добивали Они В всем Представили Перед ним Мужи В блестающих Одеждах Они были В страхе И наклонили Свои лица К земле Оттого Что они Испугались Нет Оттого Что они Поняли Что это Место Особое Сейчас Он здесь Лежал Вот здесь Этот камень Был прервален И опечатан Открыт Зашли Пусто Пелены Все лежит А его нет Они уже Прочувствовали Что здесь Что-то Произошло Не думали Они В страхе Литься Своих К земле Я так думал Ну Смирение Умоление Это да Но Это не было Еще одна Часть К земле Обратить А следов Нету Окровавленных Которые Заступали По земле Пробитые Ноги То у него Были Они не были Перебинтованы Перевязаны Не положены Там мази Антибиотик Должны быть Отпечатки Крови Вот почему Они В страхе Смотрели На землю Нет ли Следов Куда В каком Направлении Он ушел Или Его унесли Следа То нет И Во имя Во имя Моего Отца Моего Я подумаю Дать или Не дать Нет Дам Аминь А почему Нет Давайте Знаете Вот как мы Стоим Переди Вот Как мы Стоим В слове В вере В Него В обетовании Его В силу Его Власть Его В воскресении Его Могущество Чтобы Чтобы Нам Сегодня Не оказаться Лжецами Что Меговым Воистину Воскрес Ну Да Он Воскрес Но Я Так И Лежу Возле Купальня Вехвезда И Здоровья Не имею Что Вы Не Слышали Вспомните Как Он Говорил Вам Когда Были Был Еще Галилея А Там Он Говорил Что Сына Человесского Надо Были Приданы Руки Человеков Грешников И Быть Распяты И Третий День Воскрес И Вспомнили Они Слова Его И Возвратившись От Гробов Возвестили Все Это Одиннадцати И Всем Прочим Этот Момент Я Останавливаюсь Я Хочу Один Самый Главный Момент Сейчас Успеть Сказать И Идем К Молитве И там Стража Но Она Я читал Вначале Что Она Рана На Рассвете Еще С Некоторыми Приготовлены Взяли Что Аромат Для Чего Вылить Эта Невеста Эта Невеста Того Времени Собирали Эти Ароматы Они Дорогостоящие Масла Опахающие И Того Времени Каждая Невеста Когда В день Ябракосочетания Она Это Масло Разбивала И Выливала На голову Возвлину Своего Оно Стоит Очень Дорого Они Собирали Не один Год И Вот Она Эти Ароматы Взяла С собой Чтобы Этому Лежащему В гробе Тот Который Ее Понял И Тот Который Ей Помог И Тот Который Ее Исцелил Она Могла Принести И Вилить Ему На голову Или На ноги А Воочи Милые Братья И Сестры Как Тоня Харис Написала Давайте Пропустим Через себя Эти слова Давайте Мы Эти слова Пропустим Через себя Я На месте Этой Марии Мне Столько Проще Я Сегодня Называюсь Сыном И Дочерью Разве Нечего Принести Ему Вылить Отдать Принести Все То Что Тебе Господи К сожалению К стыду Моему Меня Не Нашлось Опахал А Сомнение Страх Отчаяние Недоверие Одиночество Помилуй Меня Но я Приношу К Тебе У меня Упахал Нет У меня Вот Это Боль Крик Души И Слезы Но я Прихожу К Тебе С этим Но я Твоя Дочь Я Твой Сын Услышь Помоги Мне Но там Шли Я не буду Читать Эти Женщины Пошли Они Пришли Туда С этими Но Петр Встал Побежал Курову И Наклонившись Увидел Только Пелены Нежащие Я Не Мои Времени Ну я уже Когда-то Говорил Но мне Хотелось Сегодня Больше Обширенно Но я Когда-то Боже Дать Бог Жить Скажу Почему Он Бежал Бежал Петр Не от Того От Той Любви Радости Что Иисус Нету Можно Бежать От Страха Петр Бежал От Того Что Нет Того Которого Он Сказал У Костра Женщине Хрупкой Я Его Не Знаю Игорь Заплакал А Теперь Его Нет А Мне Придется С Ним Встретиться Взрадом Что Я Ему Скажу И Он Бежал Туда Чтобы Никто Не Может Не Увидел Там Пас Эти Пелены И Там Кричает Прости Прости За То Что Я Отрекся Его Это Гнало Он Увидел Себя Хорошо Приблизився Пошел С ними Но Глаза Вот Сегодняшняя Была Тема Удержаны Что Такое Удержаны Глаза Что Он Здесь В зале А Я Его Не Вижу Его Здесь Нет И Было Служение Там Говорят Были Кричали Эмоциональности Я Говорю Кричит Тот Кто Пережил Кричит Тот Кого Болит Кричит Тот Кто Ищет Потерял А Кого Удержаны Глаза Все Нормально Больше Ничего Не Вижу Все Нормально Церков Забрание А зачем Это все Это все Лишнее Глаза Удержаны Если бы наши Глаза Не были Удержаны То мы Первые Что Видели Себя Свои Недостоинства Свои Несовершенства И Нас Было Бо Чем Кричать До Бога И Плакать И Просить Но Глаза Были Их Удержаны Так Что Они Не Узнали Его Если Б Я Сейчас Сказал Поднимите Руки На Этого Делать Не Буду Кто Увидел Его Здесь Сегодня Кто Пережил Эту Встречу Сегодня А Давайте Мы Проверим Тоже Дадим Экзамен Перед Богом А Может Мне Нужно Сегодня Правду Сейчас Молитие Сказать И Сцени Мои Глаза У меня Это Боль Это Нужда Это Проблема Так Предравила Что Я Не Вижу Тебя И Не Слышу Тебя Не Могу Поднять Голову К Тебе Я Не Не Дерзновение Я Не 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 А он идет Рядом С тобой Да Рядом Не Где Там Рядом И Там Нью-Джерси Рядом И В Доме И Говорит Я Жив Я Воскреш Но Я Хочу Чтобы Ты Как Сын Как Дочь Увидел Увидела Что Я С Вами Я В Доме Сем Я Живой И Он Сказал Ему Чем Это Вы Рассуждаете Один Из Них Именем Клеопа Сказал Ему В Ответ Не Неужели Ты Один Из Пришедших В Иерусалим И Не Знаешь О Пришедшем Все В Нем В Эти Дни Он Сказал Ему О Чем Он Сказал Ему Что Было С Иисусом Назарянином Заметь С Сыном Божьим Ну А эти Люди Знали Его Хорошо Вы Помните Клеоп Помните Это Он Здесь Снова Появляется Неужели Ты Один Из Пришедших Иерусалим Не Знаешь О Пришедшем В Эти Дни Иисусом Назарянином Который Был Пророк Но Сын Божий Заметь Вот Наша Вера Как Мы Стоим Перед Порой Сильный В деле Да Больные Вставали Слепее Прозревали Сильный Был Человек Сильный Был Порой В Слове Пред Богом И Всем Народом Был Сильным Как Придали Его Пересвященники Начальники Наши Для Осуждения На Смерть А Мы Надеялись А Быстренько Было Кончать А Мы Надеялись Было Что Он Есть Тот Который Должен Избавить Израиля А Я Надеялся Что Это Я Верующий Хожу В церковь Заключил Завис Богом Примыл Крещение Что Я Помолюсь И Бог Мне Сделает Сразу Как На Тарелочке А Бог А Ты Сначала Мясо Поешь От Ворона А Ты Сначала До Сереб Пойду Поживи Там Я Хочу Увидеть Как Ты Будешь Радоваться Как Ты Будешь Доволен Ну Ты Муж Божий Ты Сын Иисуса Христа Ты Дождь Тебе Должно Быть Все Так Вот Я Сказала Иисус Помоги Вот На Тебе А Он Хочет Проверить Нашу Любовь Нашу Веру Нашу Твертость Нашу Стойкость Вот Оно Воскресение Вот Оно Обновление Я Говорю Его Распьяни А Мы Надеемся Что Было Что Он Тот Который Должен Избавить Израиль Но Совсем Тем Уже Третий День Ныне Как Это Произошло И Ото Сильный Пророк В Слове В Деле Пред Богом Пред Народом Лежит Но Некоторые Женщины Из наших Изумели Нас Не Возрадовали Заметь Заметь Какая Как Можно Стоять Пред Богом Изумели Нас Чем Они Били Рано У Гроба И Не Нашли Тело Его И Придя Сказывали Что Они Видели Явление Ангела Которые Говорят Что Он Жив А Вы Что Не Слышали Что Он Говорил Третий День Воскрес Ну И Пошли Некоторые Из наших Ко Гробу Наш Видите Наш Доверенных Которые Должны Проверить Это точно Мы Другими Доверяем Нашим Это Тоже Одна Из Семь Я Сейчас Не Могу Когда Он Сказал Им О Несмысленные И Медлительные Сердцем Вот Это Я Принимаю Не знаю Как Вы Я Принимаю Его К Себе Чтобы Веровать Сему Что Предсказывали Пророки Не Так Не Надлежало Пострадать Христу И Войти Славу Свою И Начи Вот Моисей Пророку Изнеснял Им Сказанное О Нем Во Всем Писании И Когда Они Приблизились К тому Селению Которое Нашли Он Показывал Вид Что Хочет И Дали Но Они Удерживали Его Говорят Останься С нами Потому Что День Уже Скорелся К вечеру И Он Вошел И Остался С ними И Когда Он Возвижал С ними То Взял Хлеб Благословил Преломил И Подам Тогда Открылись У них Глаза И Не Узнали Его И Он Стал Невидим До сего Места Я Не Смог Эту Тему Раскрыть Но Я Знаю Что Дух Святой Это Действует Сейчас Я Знаю Что Я Вижу Не То Что Знаю Я Вижу Его Здесь Я Вижу Если Мог Вам Передать Как Он Нежно Ходит По Родам Я Не Просто Сказал За Недерж Си Он Подошел И Он Сказал Скажи Чтобы Они Не Сомневались Что Они Забыты Богом И Что Они Сироты Бог Сказал Я Бог Судья Сирот И Вдов Ваше Преимущество Ваш Бог Живой Воскрес Вы Несироты Сестры Вы Несироты Братья Вы Несироты Вы Несироты В наш Отец Царь Царей Господь Господствующий Давайте Скажем Ему Правду Склоня Наши Сельца Отче Проси Открой Ты Удержанные Глаза Я Признаю Это Я Сознаю Это Открой Мои Удержанные Глаза Аминь Я Пришел За Брат Небор Я Пришел Дать Благословение Подойди Ко Мне Подойди Ко Мне Ау Ва Ау Ва Ва А Рибидус Крем Эта Шауда Либи Дагитэн Пала Рибидус Рибидус Глория Либи Джидис Глория Либи 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 Джидис О Дух Святой Действуй Действуй Дух Святой Очищай Истинай Обновляй Бери Свои Обятия Как Сидорей И Дочерей Скажи Это Слово Как Ты Сказал Тому Расслабленному Хочешь Быть Здоров Я Господи Я Хочу Видеть Я Хочу Слышать Я Хочу Истинение Иметь Глаза Мои Видели Слышали Помоги Помоги Отец На Тебя Упывая Услышь Молить Услышь Молить Оч Хау Оч Термин Гаталаву Дзибидес Кейде О Дух Святой Действуй Ты Господь Освобождай Истинай Это Время Действия Благодати Божьей Это Время Действия Духа Святого Возмущай Эту Купальню Возмущай Эту Купальню Дипок О Молочи Лег Молаву Дежит С Кем Молаву Девиз И О Молочи Дай Это Время Благодать Господи Чтобы Из Этого Места Никто Не Ушел На Увиде Тебя Славу Твою Тебя Воскресшего Тебя Пришедшего Тебя Истинай Еще Прощающего И Ты Сын Мой Дочь Моя Сегодня Мне Надо Быть В Доме Твоем Аминь 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 Ля Ля И Еще И Еще Досанется Твоя благодать Допронется Твоя вода Допронется Твоей Благодати Продолжение следует...